Олег Викторович, скажите, пожалуйста, почему человек не готов принять истину? С чем это связано? Я думаю вот так, с несколькими вещами. Опять же, не буду говорить как ученый, буду говорить как, не знаю, конструктор какой-то или как прикладник, потому что если я начну сейчас говорить как ученый, то вообще вряд ли что-то будет кому-то понятно. То есть у нас получится не ответ на вопрос в интервью, а, не знаю, пятичасовая научная лекция, наверное, с доказательствами, что это так. Первое. Ну, он вообще не знает, что это такое. Самое первое. То есть мир так густой, наш современный, чтобы человека постоянно обманывали. То есть он рассчитает, чтобы ему не предложили, чтобы ему не сказали, это все обман. Ему пытаются, ну, обмануть, чтобы что-то с ними сделать, отнять у него что-то и так далее и тому подобное. Поэтому все, что ему попадается на глаза, подвергается жесткой критической оценке. Это критическая оценка, ну, в отношении вещей, которых он знает, в отношении которых он имеет убеждение, ну, допустим, скажем так. Второе. Если он не знает, он бежит быстренько распределять эту силу, с которой он не может справиться, на свое окружение. То есть спрашивать, советоваться, там и так далее, и тому подобное. Абсурд ситуации заключается в том, что его окружение тоже понятия не имеет, что это такое. Поэтому советуют, что в голову придет, так сказать, человеку. Следующий момент. Момент, связанный с страхом перед истиной. То есть истина настолько противоположна тому, что сегодня существует, что если человек ее узнает, с ним может что-то случиться нехорошее. То есть он настолько станет себе омерзителем, все его поступки, все его действия, вся его жизнь, жизнь его родителей, жизнь его окружения. То есть человек, который прикасается к истине, он, есть даже такое таинство славянское, исцеление истины. То есть там существует стадия, когда человек, он просто не может ни с кем разговаривать. То есть каждое слово он понимает, что это ужас какой-то. И это касается прежде всего самых близких людей, самых близких, родителей, жены, мужа. То есть страх перед принятием мыслей у человека просто жуткий. То есть он должен не принять, потому что существует две стадии. Узнать и принять. То есть пока мы говорим про узнать. Для того, чтобы человек мог истину отличить от жизни, существует как бы некий инструмент. То есть у истины есть совершенно конкретные признаки. Она многоприменима, работает, благо несет доказуемо, при этом доказуемость факультативный признак. Вот я об этом говорил уже неоднократно. Но когда человек с такой точки зрения начинает рассматривать все, что происходит вовне, он понимает, что все ложь. Все ложь. Все, что он делает, все, что он делает, все ложь. И это некий такой предохранитель в этом мире, по причине того, что я вам говорю, что человеку очень тяжело узнать истину, узнать истину. Сразу. Почему? Он не готов, скажем так, к этому морально-психологически. По причине того, что ему сначала должен этот мир опостылить вообще полностью. То есть понять, что это полная ужас. Это полный ужас. Что же вовремя происходит. И только вот на этом контрасте, только на этом контрасте, можно человеку сообщить некие истины. Что как должно быть на самом деле. Но, как только он узнает, как должно быть, у него возникает следующий жуткий страх. То есть он начинает понимать, что ничего в мире, в общем-то, в принципе, не имеет никакого значения. Кроме определенных вещей. Это вообще полностью противоречит догматам общества современного, этого диапазона, государства и всех остальных. То есть он начинает выходить за рамки воздействия на него этих систем, когда семья, друзья, общество и так далее. Все. То есть пропадают эти системы координатные, они перестают на него действовать. В этот момент времени, что? Человек как бы боится остаться один. То есть все другие вокруг. То есть его животное, вот эта статная биологическая система, она говорит, что если быть с группой вместе, вместе, то это безопасно. А тут он попадает в страшную опасность, он как бы один остается. И это тоже страшно для человека. Следующий момент. Мало узнать есть. То есть понять даже есть. недавно разговаривал с двумя женщинами. И приехали по своим вопросам. Да и все прекрасно понимают, все все прекрасно понимают, что так жить дальше нельзя. Но надежда на то, что найдется человек, который за них это сделает, еще остается. 2012 год, это наверное год потери надежды, что кто-то за тебя что-то сделает. Главное, что изменится в 2012 году, человек окончательно разуверится, что кто-то за него собирается что-то делать. То есть вот самый главный момент. Поэтому человек, он не просто боится понять истину. Он даже когда ее уже узнает, все прекрасно понимает, какое-то понимание, он ее не способен принять по причине того, что это просто невозможно. Но и жить так невозможно. И вот здесь как раз этот момент, что сильнее, естественная иерархия творения, Бог или все остальное. Наверное, Бог сильнее. Лучше понимать прекрасно. И вот с кем вы, с Богом или с дьяволом, это ваше личное дело. Ничего плохого нет ни в том, ни в том. Как говорил Мучерин. Но притворяться, чтобы с Богом быть с дьяволом, это вот истинная мерзость. Вот это истинная мерзость. Поэтому по сути своей, все начинается с того, что вы как бы встречаете некого человека. Так в Писании сказано. Научитесь слышать то, что вам говорят. Если этот человек грамотный, он вам ее потихоньку, эту истину открывать будет. Но вам во благо, по причине того, что некоторым сразу надо ее открыть. Чтобы у него выхода уже больше постановило. Никакого. От этой истины. Чтобы он четко знал. И, ребят, я напоминаю, до того, как вы истину не знаете, ваши грехи, что? Неведомые. То есть спрос за них не такой жесткий, как за грехи, что вам ведомые. Когда вы знаете и делаете. Отсюда как раз в праве возникает прямая коственная область. Знал, хотел, совершил. Или не знал, не предполагал, предполагал, что может быть будет по-другому, надеялся, и так далее, и все прочие. Вот эти вот междометия и все остальное. Прямая коственная область. Отсюда в праве возникает. Из грехов ведомых и неведомых. Понимаете, что современное право это следствие определенных догматов. Поэтому вот отсюда возникают ведомые, за коственный умысел. Есть спрос. Ну, такой, что спросить с больного, с сумасшедшего, сложно, да, он виноват, конечно, ему надо действия ограничить, еще что, чтобы кому-нибудь еще в голову не пробил. Но когда человек хотел, пришел и пробил эту голову, руководствуясь, корыстными мотивами, это как бы совершенно другой ответ уже для этого человека. Совершенно другой ответ. Да, то есть это уже злонамеренное действие. Совершенно конкретное злонамеренное действие. Вот там, о чем это говорит. Поэтому очень тяжело к человеку истину принять. Но обращаюсь как бы ко всем, кто жаждет прогноза за 2012 год, лучше вам бы его не жаждет. по причине того, что вы как раз в 2012 году получите неслыханное наслаждение от того, что вы поймете, что никто за вас ничего не сделает. И это будет вот конец света. Максимальное разочарование в декабрю месяц. То есть, что никогда никто за вас ничего больше не сделает. Никто, вы не сможете жить за счет кого-то. наконец-то вы это поймете. Наконец-то вы это поймете. В 2012 год, а поймете вы не потому, что в 2012 год перелом, потому что вы согласились, что он перелом. Вы уже давным-давно все согласны, 80% земного шара, что он что? Конец света. Так вот, как раз вам как раз и станет понятно в середине года, в начале года, что за вас никто ничего не сделает. Только вы. Ребята, если вы решили, что так сказать, мои слова можно перевернуть следующим способом, то есть, я научусь еще более приспосабливаться и обманывать других, там еще что-нибудь, то вы меня неправильно повнули. То есть, я говорю, вам просто нужно меняться полностью, коренным способом. Такие, как вы есть сейчас, вас нет. Вы запчасть чего-то. Понимаете? В этом весь смысл. Такие, как вы есть сейчас, вы никого не устраиваете. А когда я говорю, о ком, я говорю, когда я говорю, вы никого не устраиваете. Вы уже кого-то считаете сильными, мира сего, работодателями, я не знаю, партнерами, люди выше, ниже стоящие. Вот их вы не устраиваете. Почему? Потому что непринятие истины ведет человека к чему? К отсутствию результата. То есть, у кого нет результатов, тот никому не нужен. Понимаете? То есть, результаты с принятия истины начинаются. Не будет результатов никаких. А если вы считаете, что есть у кого-то результаты без принятия истины, то уверяю, это присвоенный ими себе результат, у чужих. не просто так решили для себя, что это их не результаты. И сразу же надо вспомнить, если бы не было чего-то или кого-то, то не было бы этих что-то. результаты, присвоение результатов, чужих, чужих заслуг, это вот как бы одна из функций системы автоматизма человеческого тела. Вы должны об этом знать. Я уже неоднократно об этом как бы говорил. Поэтому тяжело человеку принять истины. Ребята, я вас честно сказать, нельзя бросить курение постепенно. Освободиться от привычки, ждать, пока кто-то за вас что-то решит, постепенно. Надо этот вопрос решать кардинально раз и навсегда. И не надо себе ставить время, год к апрелю месяцу я как раз созрею. Вы не яблоко и не груша, чтобы зреть. Вы слышите и должны услышать и измениться. Что значит изменить? Надо задуматься прежде всего, а так и все, как я думаю. Так и все, как я думаю. Если это не так, то кто мне может объяснить, как. Кому надо, приходите, я объясню. Как. На семинар приезжайте на какой-нибудь мой. Я объясню. То есть, если не у кого спросить, спросите, я объясню. Меня считают достаточно компетентным в этих вопросах. Можете посмотреть. Убедиться воочию самостоятельно, что это так. Хотя бы для этого. Начните хотя бы с этого. уже потом будете разбираться, что вы хотите. Потому что 90% людей без педагога, они просто не понимают, что они вообще хотят. Как можно что-то получить, не понимая, что ты хочешь. сколько мы специалисты, инструктора, психосомологи не спрашивают людей, какой конечный результат. Предполагаете, никакой. И приходится, что вместе с ними тянуть этот конечный результат из зубов. нет. Понимаете? В этом-то весь сыр-бор. Тяжело у человека с конечным безумом. Он не понимает, что в конце. Мало того, не понимает, зачем он живет, как он живет. То есть все как бы само по себе происходит. Так не бывает, ребята. Ничего само по себе не происходит. Все происходит потому что. По причине. Понимаете? И вы существуете в этом мире тоже по какой-то причине. Понимаете? И вы должны это тоже понимать. Есть это или нет у вас понимание. Если этого понимания нет, то вы что? Не просто вы запчасть некого технического механизма. Работы там, семьи, какой-то системы. Из вас дальше будут продолжать делать это, пока эта система вас не убьет. Откройте противома, нет приема. там четко написано. Система никогда не заступается за свои запчасти. Запчасти что? Меняются. То есть берется, выбрасывается на слалку новость. Вот называется попользовались и выбросили. Недавно разговаривал с женщиной. У нее вот она развелась с мужем, да? Она развелась с мужем. И все, что ее интересует, сколько у него можно чего забрать. Вот она заберет сейчас, начнет нового искать и по тому же сценарию пойдет снова мужем. То есть у человека есть четкое понимание, как зарабатываются деньги. Вот так. А его же, ребята, многофункциональность. Это смесь проституции. Смесь проституции. И еще чего-то. Понимаете? Вот вам пожалуйста. И таких миллион людей. Потому все люди считают, что их обязательно кто-то обманет. А это так устроено специально в этом обществе, чтобы вы истинно никогда не поняли. Это один из предохранительных механизмов этого общества. Что вас обязательно кто-то обманет. Да не надо вам ждать пока вас обманут. Найдите инструмент. Вы никогда не поймете что такое истинное пока вы не возьмете инструмент какой-то в руки. Но не можете вымыслить пока еще результатом. Начинайте мыслить инструментом. Начинайте мыслить инструментом. Если не получается мыслить инструментом, спросите кто знает об этом. Ребята, я вас уверяю, очень плохо спрашивают людей, которые в этом ни хрена не понимают. Следующий момент. очень много людей, которые рассказывают про духовный мир, про все, про пятое десятое. Есть очень простой способ выяснить знают они устройство духовного мира или не знают. Попросите этот духовный мир нарисовать на доске. Смогут? Тогда попросите их объяснить почему он так устроен. Не смогут значит ни хрена в этом что? Не понимают. все что не управляемо не работает. Оно то работает то не работает. Вот о чем речь идет. Что касается бесконтакта, вертикальной системы выполнения задач, то же самое. Пусть человек попытается вам объяснить как это получается, как это срабатывает, почему это работает. И пусть покажет сразу же каждый вариант. И сразу станет понятным. Кто это по наитию делает, в силу определенных спонтанно открывшейся способностей, а кто это действительно понимает и знает как других научить. Ребята, я говорю, вертикальная задача точно такая же способ решения, как все остальные задачи, кроме горизонтальной. Просто механизм реализации более мощный другой. Вот о чем причем. И вот это надо понимать. Вот это надо понимать. Если человек этого не понимает, то извините, он что вам преподает? Те, кто говорят о духовности, что после смены спросите человека. Ребята, есть простые вопросы, которые ставят тупик мгновенно. Вечная жизнь это не ответ. Это не ответ на вопрос. Может он нарисовать механизм, что происходит после смерти? Вы меня спросите по Гулья в Агуте. Нарисовал не однократно. Притом проверяемый механизм. Вот о чем речь. А то мы придумываем в себе всякие эти обрати внимание, сколько учений сейчас дано на волне 2012 года. Полный интернет. Вплоть до психохирургии. Господи. До сих пор не могу понять, что это такое. Работа с энергией это очень низкий уровень решения задачи. Вы должны это понимать. Энергия это строительный материал. поэтому вы для себя совершенно четко должны у кого учиться. У кого этой истине учиться. А это вопрос выбора на стартах. Вопрос духовный силовой. Вы помните сила за нее дух отвечает. Это вопрос духовный. если вы собираетесь черпать свою силу из государственных структур. Если вы собираетесь черпать силу из знакомств. Ребята, это чужая сила. Искусственная иерархия творения вам не принадлежит. Она в любую секунду будет обращена против вас. Вам могут дать за деньги или как-то друг попользоваться какой-то короткий промежуток времени. И все. То есть это не ваши силы. Вы обретайте пожалуйста собственного. О чем речь это? Ну за истинность следует очень много что. Ответственности которую человек что? Пытается на себя не брать. Вот почему человек истину не может прийти. Когда мы понимаем истину мы получаем что? Огромное количество ответственности которое нужно на себя взять. И это страшно тоже человеку. Почему? Потому что он ни хрена не умеет делать. Возьмите резюме любое в интернете вы увидите что я умею делать. Бумажки перекладывать? Вместо автоответчика быть? То есть что? Следить чтобы бумаги вовремя поступили? То есть что мы умеем делать? вовремя безопасность? Что мы умеем делать? Сторожами быть? Причем речь вообще? Первый вопрос что вы используете ставить в тупик? Как что? Опыт прошлый который сын ошибок трудных абсолютно верно. Подумайте над этим очень серьезно. Может это мешает вам принять истину. Что вы этого не понимаете? Этих простых вещей. Мне плохо плохо по одной простой причине. Вы не знаете что делать дальше. И то эту лекцию мою воспримет как скажем так Олег дайте вариант что мне делать дальше то в общем то ребят я же откуда знаю что вы хотите получить в конце вам придется все равно формулировать конечный результат хотите вы понимаете вам все равно придется формулировать конечный результат что вы хотите а когда вы примете этот конечный результат за основу за эталон и пойдете к этому конечному вам нужно что-то с помощью чего вы это получите потому что иначе я превращусь опять в того человека который для вас сотворит волшебство то есть я за вас это сделаю а вы присвоите как вы привыкли мои способности к своим результатам вы скажете это я сделаю по сути своей все консультации они основаны на этом то есть сделайте за меня а я буду довольствоваться этим я вам за это деньги заплачу ребят это путь никуда для консультирования в 21 веке это путь никуда научить человека справляться с этой категорией задач и дать ему такой инструментарий что он в любых других сферах мог бы этот инструментарий приметь вот о чем речь идет а не об этом в заключении что я хотел бы сказать что все что я говорю можно не воспринять откинуть отвергнуть и так далее это ваше личное дело но ставьте себе эту запись ставьте себе эту запись может быть в декабре 2012 года она вам понадобится когда вы еще раз удостоверитесь что ничего не имеет значения особенно ваше мнение вы же все хотите одного чтобы ваше мнение начало иметь значение мой адвокат как бы говорит что как говорит Олег Викторович сначала человек имеет мнение а потом мнение имеет его поэтому вы подумайте об этом хорошенько почему ваше мнение не имеет никакого значения вы некомпетентны вы ничего дельного предложить не можете разве вас не слушали бы запоем люди если бы что-то действительно дельное по их мнению могли бы им предложить правильно почему они вас не слушали потому что вы не являетесь для них личным примером вы сами ничего делать не умеете если бы у вас все было хорошо вы все делать умеете тогда вас слушали бы что-то забыл поэтому ребят вот то что я говорил изменяться коренным способом вообще полностью меняться все что вы из себя сегодня представляете это никого не интересует в 21 веке это не интересно никому вы не инвестиционно привлекательны ну что делать ну довели вы себя до такого состояния ребята все поправимо все поправимо не важно когда вы стартуете чем быстрее одумайтесь тем быстрее получите все что вы хотите вот о чем речь вот о чем речь спасибо Олег Викторович за то что объяснили как фактически обстоят дела я так полагаю что многим людям это откроет глаза спасибо еще один раз